Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Юродивые Христа ради Истинному христианину не свойственно лицемерить и притворяться. Он должен быть со всеми честен и открыт. Однако существует особый род христианского подвига, который внешне можно охарактеризовать как притворство и напускное чудачество. Имя этому подвигу – юродство ради Христа. Изначально юродство, как особый вид христианского подвига, возник в Византии в VI веке. Однако наибольшую известность он приобрел в России, начиная с XIV века. Буквально слово «юродивый» означает «уродливый», «ненормальный». Но эта ненормальность, будучи юродством Христа ради, призвана подчеркнуть истину, изреченную Спасителем. «Царство мое не от мира сего». И граждане этого царства кажутся странными, то есть странниками, в мире сем. Апостол Павел говорит, «Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Господом». Высочайшей мудростью с христианской точки зрения является не светская ученость, а жертвенная любовь к Богу и людям. И юродивые, будучи Божьими мудрецами, возвышаясь над этим грешным и по-настоящему безумным миром своей духовной чистотой, не презирали его, а, подобно Спасителю, снисходили до жертвенного служения ему. Желая вразумить людей, юродивые становились как бы зеркалом для них. Весьма примечательно жизнеописание двух новгородских святых Николая Качанова и Феодора Новгородского, которые поделили Новгород между собой. При этом, если один из них переходил на сторону другого, все заканчивалось дракой. Однажды блаженный Николай заметил святого Феодора на своем берегу и погнался за ним. Когда святые добежали до реки Волхов, разделяющий город, то погоня продолжилась на реке, по которой оба святых побежали, как посуху. Напоследок святой Николай кинул вдогонку святому Феодору качан капусты, который прихватил на чьем-то огороде, за что и получил потом свое прозвище Качанов. Этот и многие другие случаи показывают, как юродивые своим примером пытались вразумить людей, доводя до абсурда те пороки, которые свойственны многим из нас. Они, будучи очевидно святыми людьми, сподобившимися от Бога дара чудотворения, в карикатурной форме изображали мелочную обидчивость, зависть, сварливость, давая людям возможность посмотреть на себя со стороны, посмотреть и устыдиться. Не стоит видеть в поведении юродивых едкой сатиры. В отличие от карнавальных шутов, юродивые были движимы состраданием и любовью к заблуждающимся людям. Так блаженный Прокопий Устюжский, который считается первым юродивом на Руси, в один воскресный день начал призывать жителей Устюга к покаянию, предупреждая, что если они не раскаются в своих грехах, город постигнет Божий гнев. Люди смеялись над блаженным, говоря, он не в своем уме. Еще несколько дней после этого блаженный Прокопий со слезами на глазах умолял Устюжан принести покаяние. Но никто его не слушал. И лишь когда вскоре грозное пророчество святого сбылось и на город налетел страшный ураган, люди в трепете сбежались в соборный храм, где перед иконой Богоматери, теплой заступницы рода нашего, слезно молился святой угодник Божий. Последовав его примеру, жителю Устюга также начали усердно молиться. Город был спасен, но главное, были спасены многие души, получившие вразумление благодаря молитвам святого Прокопия. Будучи великими молитвенниками, постниками и прозорливцами, юродивые избегали земной славы, притворяясь безумными. Блаженный Прокопий, проводя каждую ночь, невзирая на лютые морозы, в молитве на паперте соборного храма, утром мог заснуть на куче навоза. А святого Симеона, жившего в Антиохии, можно было видеть таскающим за собой по городу, привязанного за ногу дохлого пса. Зачастую это приводило к тому, что святых осмеивали, ругали, пинали, а иногда и избивали. Их подвиг можно назвать добровольным мученичеством. Причем, в отличие от мучеников, страдавших единожды, юродивые ради Христа терпели скорби и унижения всю свою жизнь. Ведя подобный образ жизни, юродивые боролись не только с грехами других людей, но в первую очередь вели невидимую брань с грехом, который мог погубить их собственную душу с гордыней. Подвиг юродства, как никакой другой, способствует развитию в душе подвижника добродетели смирения. Иначе, как юродивые смогли бы сносить выпадавшие на их долю скорби? Но смирение не означает слабоволие и попустительство греху. Порой юродивые бесстрашно возвышали свой голос там, где другие боялись рта раскрыть. Так псковский святой Николай Саллас предложил царю Ивану Грозному отведать сырого мяса великим постом. «Я христианин, и в пост мясо не ем», возмутился царь. «А кровь христианскую пьешь», последовал ответ святого. Царь был посрамлен и покинул город, в котором собирался учинить суровые расправы. Христа ради юродивые исполнили слова апостола Павла. «Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Блаженные подвижники избегали суетной земной славы. Но своими тяжелыми подвигами они заслужили нетленную славу небесную и были прославлены Господом на земле многочисленными чудесами, совершающимися по их молитвам. «Мы безумны Христа ради, терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова